Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана и сегодня у нас заказ Фаберлик. Много новинок, много интересного. Итак, поехали! Почему в двух коробках? Не знаю, если честно, но да ладно. Открыла уже первую. Долго очень он ко мне ехал, но не очень, но долго. Потому что машина с заказами, которая везла их на ПВ, попала в аварию. Но вроде как не сильная, ничего не повредилось, заказы все-таки приехали, но немножко позже. Так, давайте начнем с началки. Это у нас с вами новинка второго каталога, уже не новинка, она уже доступна к заказу всем. Я просто заказ отправляла в последний день действия первого каталога, в воскресенье. Потому что, ну, очень крутая была распродажа одежды. И появились вип-новинки, которые, мне показалось, могут расхватать, пока я дождусь. До следующего понедельника. То есть я всегда делаю заказы сейчас во второй понедельник действия каталога. То есть через неделю после того, как он начался. Потому что тогда появляются на сайте, можно заказать их новинки следующего каталога. То есть, допустим, сейчас я буду делать в понедельник, это будут новинки уже третьего каталога. Для вип-консультантов такая акция. Поэтому я всегда делаю в понедельник. Я думала, что сейчас, пока я дождусь понедельника, все, что я хочу купить, расхватают. Ну и, естественно, распродажа одежды закончится. так и оказалось, она закончилась. Поэтому хорошо, что он все-таки ко мне приехал, потому что здесь очень классно. Дешевые есть позиции, ну и новиночки. В общем, у нас вот такая с вами мочалка вышла с Тора до Амора линейка с мылом уже сердечками. Артикул 910-523. Я вообще очень люблю такой формат. У меня Ксюшка любит такой формат. Подходит тем, кто ходит в бассейн. У меня здесь две штуки. Одна пойдет кому-нибудь на подарок, я думаю. А вторую мы сейчас с вами посмотрим. А там Ксюшки. Так, зип-замок, который открывается вот так. То есть можно с собой брать в баню, в бассейн, куда угодно. У нас уже мочалки с вами подобные есть. В серии Бьюти Кафе. Давайте посчитаем, сколько здесь сердечек. Три, четыре, пять, шесть, семь. Как и в тех мочалках, здесь семь кусочков мыла. Только там у нас с вами кружочки, а здесь вот такие вот красивые сердечки. Милота. Аромат сразу стоит прям вот на всю кухню, когда я только открыла упаковку. Клубника со сливками, что ли. И даже, знаете, я бы сказала, какой-то ягодный микс. Здесь не чистая клубника, потому что есть какая-то легкая нотка кислинки. Очень вкусно, очень вкусно. Какой-то ягодный микс, немножечко разбавленный сливками. У меня аж слюна потекла. Потому что вкусно пахнет, вот так как-то по-гурмански. Мне нравится, мне действительно нравится. Аромат прям окутывает, обволакивает. На всю кухню сейчас вообще супер. Здесь вот такая вот завязочка, на которой написано Фаберлик беленькая. Если вдруг у вас в процессе мочалка развязалась, тут даже есть еще, нет, отдельно белая тряпочка. Я ее вижу. Все-таки отдельно она тут внутри, вон там торчит кусочек. Белая тряпочка, которой связана эта мочалка. Если она у вас в процессе использования развязалась, не бойтесь, ее можно потом завязать назад. У нас так было один раз с мочалкой на Beauty Cafe. Хотя мы брали их бесчисленное множество. И только вот один раз развязалась, подвязали, все отлично. Ну, в общем, классно. Девочки, смотрите, там на 8 марта учителям, в садик, там, воспитателям. Вот такие положить мочалки в таком безумно красивом пакетике. Мне кажется, это шикарно. Просто шикарно. Поэтому я, скорее всего, возьму еще пригодятся. В принципе, цена вопроса небольшая. А вот сама задумка очень красивая и оригинальная. Так, поехали дальше. Распродажа по срокам годности еще была очень классная, девчонки. И я там взяла карбокситерапию. Я безумно люблю эту систему. Здесь первый и второй шаг. Без маски. Артикул. Взяла что-то прям, вот, мне кажется, дешевле 100 рублей. Сейчас посмотрю. Мочалка с моей скидкой так вышла. Это 244 рубля у меня, 26% скидка. Карбокситерапия. Где ты, дорогая? Вот она. А, 147 рублей. Ну, вообще копейки для этой системы, потому что она шикарная. Я ее очень люблю. Артикул 02.94. Без третьего шага. Но да ладно, можно потом любую масочку использовать. Первый шаг, он такой, как бы, кремовый наносим на лицо. Второй шаг гелевый и жидкий. Поэтому аккуратненько открываем упаковку. И я делаю это на драквину или на дванную и наношу на лицо второй шаг. И начинает идти реакция. Может пощипывать. Как итог, ровный тон лица, удаление излишних загрязнений. Я имею в виду сейчас с ороговевшей клетки кожи. То есть по типу пилинг работает. Но карбокситерапию можно делать и в солнечное время года. Не бояться возникновения пигментных пятен. В прошлый раз в распродаже по срокам годности она была, если пачек 5 взяла. Сейчас вот одну. Потому что еще ту добиваю. У нее уже давно вышел срок годности. С ней ничего не случилось. Мне очень нравится. Целых 5 штук спрея Dream Therapy. Потому что он был по хорошей цене. По-моему в распродаже остатки сладкие. Любимый Ксюшкин спрей. Артикул 2559. Облегчает засыпание. Но у него очень ярко выражена отдушка. Здесь действительно есть лаванда. Еще почему-то вот, наверное, с осени прошлого года я почувствовала, что аромат изменился. 5 штук. Он стал похож. Он остался таким же, но стал еще более ярким. И я услышала в нем отголоски меда. Вот Ксюшка недавно почему-то тоже сказала, что она тоже слышит отголоски меда. Формат спрея. Очень удобненько. Перед сном распыляем в помещении. Можно распылять на подушку, на постельное белье, на пледы и так далее. Или просто в комнате. Расслабляемся, получаем удовольствие. Но меня этот аромат вот лично успокаивает, расслабляет. Ксюшке тоже очень нравится. Кто-то мне из девочек-подписчиков написал на ютубе, что снимают с производства. Я такого не слышала. Но я всегда беру по многу. Пусть будет. Также, по-моему, в распродаже остатки сладких. Взяла вот такую вот пенку Нуки. Это пенка артикул 1.8.1.3 для очищения зубов, ну, допустим, в промежутках после приема пищи, то есть между чистками. После обеда, допустим, очистить зубную маль. Мне вообще нравится этот формат. Действительно хорошо очищает зубную маль. В поездку, в поход, там куда-то с собой брать. В гости собрались, там с ночевкой. Зубные щетки не брать, там и так далее. Пенка хоп-хоп, порту подержала. Действительно, эмаль потом чистая. То есть мне понравился эффект, поэтому повторила. Сыворотка для волос, морожка, вот такая вот. Вроде как другой состав, но в каталоге написано, что просто перевыпуск. Первая сыворотка, которая была у нас такая с носиком, она и есть, кстати, до сих пор. Мне, ну как, не сказать, что прям понравилось. Средний такой продукт, вроде и облегчает расчесывание, волосы выглядят хорошо, но чудес никаких не делает. 1.4.4.8. Сейчас посмотрим. Кстати, незапечатанная вообще никак пришла. Вот такая вот белая. Практически, кстати, не стекает сыворотка. Достаточно густая на кончике. И это не такой вот продукт силиконистый. Он не сглаживает прям моментально, но в то же время работает. Для сильно поврежденных волос не подойдет, а вот для среднеповрежденных подойдет. В принципе, гладенький. Вот кончики-то сразу стали. И на ощупь гладенькие. Ну, там прям великих каких-то чудес не делает, но облегчит расчесывание. И, кстати, не утяжеляет. Абсолютно не утяжеляет этот продукт. То есть смело можно на всю длину, прям от корней. Так, дальше что у нас с вами? У меня здесь пробник новой парфюмерной воды. Сейчас скажу название коробочки. Они вот так в пробнике приходят. Арванта. Мне безумно понравилось название. Мы долго смеялись. Арванта. Ну, не знаю, какое это. Смешное оно для меня. 407-63 артикул пробника. Давайте Арванту тестировать. Я буду лить прям на запястье, потому что, когда мазюкаю палочкой, я не могу понять. Сейчас я обольюсь, девочки. По первым впечатлениям, это мужской аромат. Древесный. Есть здесь какая-то поднотка молекулы. Вот кто не любит молекулу, кому она прям вот совсем не нравится и вызывает отторжение, вам не понравится. Потому что здесь есть вот этот какой-то древесно-химический смоленой элемент. И какая-то зелень. Но тоже вот с вот этой вот с абсолютно искусственной ноткой. То есть это иногда вот слышишь отголосок в парфюме натуральный, древесный, да? А это вот прям искусственно, как в молекуле первой. Но нет, нет, я не хочу себе полноразмера абсолютно точно. Мне вообще с первых нот показалось, что это мужской парфюм. Он достаточно резкий. Он достаточно смоленой. Мне не нравится. Берите пробник. Мне не нравится вообще. Мне молекула первая, ну как, под настроение, да? А вторая молекула, там один подвид, мне очень нравится, там нет этой смоленой нотки. А так, у меня даже отторжение, честно говоря, у меня даже вот рефлекс тошнотный от каких-то нот здесь вот этих. Не могу описать вам их. Я в каталоге не смотрела, ей-богу, что там за ноты. Фу, но мне противно. Мне вот реально просто противно. Но на вкус и цвет, как говорится. У кого вкусы со мной в парфюме не совпадают, берите. Берите, но лучше пробник, конечно, взять. Я долго смотрела, девчонки, на сыворотку, хотя была возможность еще в прошлом заказе ее взять, ицклер, тональную. Я посмотрела много обзоров, я посмотрела много свочи и поняла, что мне надо. Так, я взяла в артикуле 6571. Там у нас два с вами оттенка. По-моему, самый темный я взяла, если я не ошибаюсь. Поговаривают, что она подстраивается. Вроде как на выходе лицо мотированное, сильно не перекрывает, что мне и нужно. И вроде как достаточно такое плотное подкрытие и подстраивающееся. То есть я поняла, что есть сходство с кушоном. А кушон это для меня идеальный тональный крем уже не первый год, скажем так. Поэтому решила попробовать. Холодненькая, она такая еще только с улицы. И компоненты вроде тут 100% алоэ, 100% чего-то алоэ натуральное. Поэтому решила попробовать. Давайте нанесем с вами на руку, я вам потом обязательно все поближе покажу. Да, я взяла по ходу дела самый темный оттенок. Он такой вот и в жизни, и на камеру смотрится коричневатым. Прям коричневатым. Прям такой коричневый. Вот если кушон, он идет немножко в ржету, то здесь какой-то коричневый. Холодный потон, красивый такой потон. Я пока вот в таком состоянии сейчас оставлю на руке и посмотрим, что произойдет. Вот в таком. Мне интересно, вот как начнет подстраиваться. Я вам сейчас все покажу поближе. А, когда начинаешь тушевать, когда начинаешь тушевать ржета, все-таки есть. Все-таки есть. Вот когда вот так куском лежит, нет. А когда начинаешь тушевать, вот эта вот ржена, она все-таки есть чуть-чуть. Но я ее люблю, она мне идет. И вот розовинка тоже есть. Ой, какой он приятный. Слушайте, вот он похож реально на кушон. По тому, как он ложится. Поры на руке мне сейчас не забил. И какой-то вельветовый вот такой вот финиш. Мне нравится. Вот она сама сыворотка. Видите, она достаточно темная такая. Ну, а стекло. Стекло, что очень здорово. Смотрите, вот она не растушеванная. Вот так на руке смотрится. А вот растушеванная. И я хочу сказать, что уже практически подстроилась. И даже вот после ржены тут на первый фон, на первый план выходит развизна. Еще какой-то интересный продукт. Сейчас хочу попробовать вам без вспышки еще показать. Во, вот так вот. Вот так вот вообще 100% передает. Видите, какой коричневый. А вот тут с розовиночкой слегка. Будем пробовать в следующих роликах. Обязательно на лице расскажу, как сидит, как лежит, как подстраивается. Смотрите, какая темная. Ну, вот при естественном освещении смотрите еще, как смотрится. Видите, какой он темный. Так и остался. Здесь подстроился. Здесь подстроился. Цвет на выходе, кстати, очень приятный. Не рыжит 100%. Абсолютно не рыжит. Вообще не рыжит. Больше даже такой вот теплый подтон получается. С розовиночкой немножечко. Интересный. Вот тут вот я разнесла прям хорошо. Смотрите, видите. Отстроился. В поры не запал. На выходе матовый финиш. Даже не могу понюхать, есть ли аромат у крема, потому что пробник туалетной воды все перебивает. Дальше, девчонки. В распродаже по срокам годности еще была жидкая матовая помада в артикуле 404.65. Это лиловый оттенок. Она стоила вообще копейки. Сейчас скажу. Заглядывайте почаще в личный кабинет. На центральном складе, например, очень часто бывает распродажи по срокам годности. Где можно за копейки набрать себе продукты. То есть, когда у продукта остается еще где-то месяц, два, три. 36 рублей. 36 рублей. Это вот такой вот лиловый прям оттеночек. Сейчас на губы нанесу даже. У меня такого оттенка нет, поэтому я взяла. Я люблю. Я разные оттенки люблю. Честно, персик. Темный. Понятно, почему он в распродаже. У этой помады, кстати, разные оттенки могут по-разному лежать. Красная помада из всех оттенков, которые я пробовала, самая плотная. Вот здесь тоже плотная. Но не настолько, как красная. Слушай, ничего, нормально. Можно поиграться, разбавить другим оттеночком. Безеркало, конечно, красить такое себе дело. Тем более она очень быстро застывает. Я даже не могу так уже губами поделать, потому что она застыла. Не в корку она застывает, нет. Но она на губах застывает. О, какая лиловая дама. Да нормально. Можно поиграться, можно даже чуть посытнее сделать с тональным кремом. Ну, допустим, там как-то смешать. В общем, я такая сейчас холодная женщина. За 36 рублей вообще великолепно. Так, что, теперь открываем вторую коробку. И здесь у меня самое интересное. Давайте начнем с одежды. Я решила собрать костюмчик Крис. Правда, он еще будет великоват. Это бурматиков. 399 рублей, по-моему, каждая позиция. Если я не ошибаюсь. Так, у меня чек один, что ли. Да. Сейчас скажу. Брюки 319 рублей со скидкой консультанта. И трикотажная толстовка 399. То есть за 700 рублей я собрала шикарнейший костюм. Вот такой вот. Это тепленький костюм. Это не вегельцы. Они были еще дешевле. На втором шаге оформления заказа. Распродажа одежды. И там было три раздела. Там для взрослых одежда, для детей. Еще по третий раздел. В общем, для детей, по-моему, как раз это был третий раздел. И там вот за копейки вообще, за копейки набрать одежды можно было. Так, цвет розовый. 100% хлопок. Размер 104. Артикул 532-154. Ну, очень дешево. С учетом того, что это такие утепленные вещи. Вот такие вот штанишки. 104 размер. Хотя нет, весной уже, я думаю, походит нормально. Штаны, если что, подвернуть можно. Это футер у нас с вами, по-моему, если я не ошибаюсь. Трикотажные брюки для девочки цвет фоксия. Как-то они назывались? Не футер. В общем, они такие плотненькие, тепленькие достаточно. Видите? Вот так. Карманчики здесь есть. Так, резинки. Нет, резинки работают. Работают, как утяжка. Цвет вообще шикарнейший. Резинка пришита. Вертеться не будет, которая вот здесь внутри. И карманчики, и завязки. Внизу у нас с вами манжета. Вот так выглядит. Класс. Супер. Мне нравится. Так, дальше корточка. У нас с вами толстовка. Фоксия. Размер 104. Длинным рукавом. Артикул 532-109. Открываем. В общем, костюмчик такой собрали. Я безумно счастлива за такие деньги вообще. Такого качества одежду. Она действительно, вот эта серия бурматика, она очень качественная. Не могу там за все говорить о позиции. А это очень качественная. Ой, поносит. Безумно, да, поносит. Нормально. Вот так выглядит. Видите? Толстовочка. Она немножко... Вот сейчас там на заднем фоне цвет передается правильно. А вблизи, когда почему-то камера делает светлее. Ну, помада, конечно же. Так, здесь капюшон. Смотрите, изнутри тоже хлопок. То есть он двойной такой. Комфорт на голове. Будет все замечательно, все отлично. Вот так вот обернуто приходит молния бумажкой. Бурматиков, этикеточка. Капюшон тоже с утяжечками. Манжетка на рукавах. И манжетка внизу. Молния пластиковая. Вот такие вот кармашечки по бокам. Прелесть. И внутри вот так же, как штанишки. То есть достаточно на прохладную погоду, в принципе, такую весеннюю, можно одевать смело. Класс, мне нравится. Слушайте, мне нравится прям потрясающий костюмчик за такие смешные деньги. Вообще, великолепно. Так, ну и следующее, за что я буду боялась, заказала кружки. Целых три штуки. Они, наконец-то, появились и стали доступны к заказам приливов. Раз, два, три. Две точно себе мне и Ксюшке, а третью, может, кому-то на подарок. Артикул 910 450. Они настолько красивые, мне показалось, тоже их сейчас разберут. Разберут их в 400 миллилитрах. Я думала, что это будет больше вообще. Вот реально, я думала, это будет больше. Достаем, она в пупырке. Вот еще овалия. Я думаю, что я сейчас кружки как мои побью. Вы думаете, тут 400 миллилитров? Мне прямо она такой маленькой кажется вообще. У меня кружка тогда сколько, из которой я кофе пью. Слушайте, а я что, 600 что ли пью? Ну, они разные. Она внизу шире, а вверху поуже. А здесь наоборот, надо будет попробовать сейчас потестировать. Она кажется очень маленькой и аккуратненькой. Посмотрите, какая прелесть тут внутри. Я вам ее сейчас поближе тоже покажу. Сердечко розовое. На дне есть надпись Faberlic Home. Выполнена очень красивая. Она очень легкая. Она прям очень легкая. Совсем легкая. По сравнению с моей вот этой тяжеленной кружкой магнитовской. Не написано сколько миллилитров. Я сейчас попробую. Обязательно льем водички. Покажу, как это смотрится. Когда наливаешь кофе, наверное, сердечко будет не видно. А вот чай или какие-то травяные сборы будет видно. Я обязательно в Дзене ролик сниму. Завтра с утра себе заварю тут кофе. Ксюшке чай. И посмотрим, как это будет дело все смотреться. Ну, прелесть все. Прелесть. В общем, мне так хотелось их. Очень красиво. Такое ощущение, что тут как будто... А, да, здесь верхушечка. Она немножко как будто затемнена. И мне прям даже казалось, что как будто золотая каемка. Но нет. Она просто как-то, вот видите, полупрозрачная, что ли, верхушка. Как-то сделана интересная. В общем, мне нравится. Красиво, симпатично. Надо сейчас проверить все кружки. Пойдем с вами нальем водичку. Посмотрим, как это смотрится. Вторая прелесть. Все нормально. Все хорошо. Второй и третий. Про подарочек. Пойдет кому-нибудь. Короче, все отлично. Все хорошо. Федерации не в чем. Красота. Не, ну, одно удовольствие. Вот такие вот маленькие мелочи. Они делают наш фпык чуточку приятнее. Скажем так. Я люблю окружать себя тем, что мне нравится. Налила водички, причем из чайника, тепленькой. Но это безумно красиво смотрится. Ну, вот прям безумно красиво. Когда здесь будет чай с каким-нибудь оттенком, да, может быть зеленый, может быть красный. Прям очень красиво будет. Вот это вот сердечко. Не нишнее. Очень здорово. Вот пустая рядышком. Вот оно сердечко, как будто прям выполнено из какого-то драгоценного камня. Красота же. Кстати, замерила. Представляете, они абсолютно одинаковые по объему. То есть получается, что моя кружка тоже 400 миллилитров. Хотя, посмотрите, как смотрится громоздка моя кружка, да, с котом. И как мило, аккуратненько смотрится кружечка с сердечком. Ну, и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, вам было полезно, интересно. Ссылка для регистрации Фаберлик всегда под видео в инфобоксе. Всех люблю, целую, всем пока-пока.